Рисовать умеет каждый Мы сейчас можем узнать о жизни наших далеких предков В каждой культуре, у каждого народа существовали свои традиции Разные стили и направления, которые подарили всему миру великих художников Сегодня мы решили познакомить всех телепазликов с японской живописью Скажите, Антонина, почему вы занимаетесь именно японской живописью? На самом деле я занимаюсь не только японской живописью Я увлекаюсь различными культурами И здесь, в культурном центре Новая Акрополь, мы имеем возможность с ними знакомиться А невозможно понять культуру, если не знаешь ее истории, образа жизни, народа и, конечно же, искусство Поэтому, когда мы знакомились с Японией, мы изучали и историю, и культурные традиции, и живопись в суме-э Вы могли бы научить нас чему-нибудь не очень сложному? Конечно! Искусство суме-э требует сосредоточенности и внутреннего покоя Оно учит видеть красоту и гармонию в самых простых, обычных вещах Легкие черные линии, нанесенные на белую бумагу, могут передавать сложные переживания и глубокие размышления Здесь важно изобразить не точную форму, а суть предметов или явлений Это очень тонкий, очень личный взгляд на окружающий мир Образ рождается в вашем воображении и будто перетекает на чистую белизну бумаги Линии штрихи наносятся на одном дыхании, без лишних деталей и форм Традиционными сюжетами в суме-э являются растения, виды природы, птицы Искусство японской живописи тесно связано с буддизмом, каллиграфией и поэзией В ней много символов скрытого смысла Например, хризантема олицетворяет благородство, слива, терпение и стойкость Бамбук – гармонию силы и гибкости А орхидея воплощает женскую нежность и красоту Посмотрите, как у меня получилось Это бамбук Вот здорово! А вот моя работа Я даже подписала Анастасия Богачева И я сейчас подпишу Полина Гулан Специально для программы «Телепазлики» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова